Весь цивилизованный мир един во мнении, когда речь заходит о безопасности и благополучии детей. Ведь их чувства так уязвимы в постоянно меняющихся обстоятельствах современного мира. Что уж говорить о детях, лишенных родительской заботы. Сегодня у нас были гости. Это отряд специального быстрого реагирования, который вручил детям подарки. Дети получили два прекрасных телевизора. Ребята подвели антенну для того, чтобы дети смотрели фильмы, узнавали новости. И на DVD интересные мультфильмы и познавательные программы. Накануне представители подразделения СОБР подарили Донецкой школе-интернату номер один два телевизора, которые принесли из своих домов бойцы подразделения. Дети были очень рады вниманию и заботе, ведь им приятно любая искренняя помощь. О сегодняшнем вашем визите и о подарках. О сегодняшнем визите. Значит, ну, дети, соответственно, да, дети есть дети. Они любят играть, они играют, у них всевозможные игры развлекательные есть. У них здесь очень хороший спортзал здесь есть, комнаты отдыха есть. Но эти комнаты, соответственно, не были оборудованы телевидением. То есть они должны смотреть, что происходит на данный момент у нас в ДНР. И у них не было такой возможности. Поэтому мы с ребятами из подразделения собрались, подумали и решили подарить им несколько телевизоров в игровые комнаты. Соответственно, приобрести на данный момент их просто негде. Вот. И воспользовавшись, как говорится, личным имуществом, поделились с нашими детками. Вот так. Чем могли, тем и поделились. Бойцы данного подразделения стараются регулярно оказывать посильную помощь в школе-интернату. После летнего обстрела вооруженными силами Украины, когда здание-интерната было повреждено, директор под давлением обстоятельств была вынуждена перевести детей на территорию Славянска, который был вскоре оккупирован. По следующему возврату детей украинские власти всячески препятствуют. Тем не менее, школа-интернат стал новым домом для многих детей Донбасса, пострадавших от карательных операций. Мы любим этих детей. И думаю, в дальнейшем будем стараться, чтобы они выросли хорошими, грамотными людьми. Анна Триксель, Вячеслав Богайчук. Специально для Новороссия ТВ.